И продолжаем мы вместе с вами в ВИПО освещать, где в Virtus.pro будут сражаться уже против команды Mousesports, естественно, и это очень важный матч в рамках этой группы, потому что для Virtus.pro это возможность как-то усилить свои позиции, а вот ребята из Mousesports, они уже являются лидерами своей группы, и для них все очень и очень сладко. То есть это просто доминация сейчас над очередным коллективом может быть выведена в рамках этого Best of 2. Ну и мы видим, что тут Rops пытаются пропушить изначально, но он встречает первым красивым хендшотом, вторым красивым хендшотом, и просто четверых закрывается своего Юспика. Что же сейчас творят Мауза в защите, но при этом знак остается последним, уже в принципе оформил два фрага и продолжает отыгрывать с подобранным Юспом. Можно попробовать накалить и хотя бы забрать третьего, но ограничился всего лишь этими 600 долларами, не более того. Что же можно сказать на карте Нюк, на очень и очень непростое и нестандартное сейчас Мауза с защиту начинает набирать комфортную доминацию на старте. Ну а Virtus.pro возможно попробует перевернуть все в рамках этого же Форса. Правда мы видим, что там пара ЦЗшек всего лишь, есть естественно Дигл, но не самый комфортный естественно бой сетап для них. Ну и встречают их Скаут, встречает их Юмпик, есть даже там какой-то Кольт. В принципе довольно серьезный бай от Маузов в рамках второго раунда. Не стали они ударяться сугубо в фармганы, понимают, что противник более чем опасный. Но мы видим, что пытаются пройти Virtus.pro сейчас под рампы на точку БМ. Робс ушел в закрытую, играть от каких-то поджимов, но его не давят. Задача Virtus.pro в первую очередь поставить естественно бомбу, сыграть на плюс экономике. Ну и сейчас Саня готов работать с дверей, тут же готов принимать рампы. Под смоками пытаются выйти в Virtus.pro, флешечка полетела. Саня открывается, пока работает в соло, но его никто не пушит. Там прошли уже на аквариум, пытаются пройти также в плент. И играть, по всей видимости, Мауза будет от какого-то ретейка. И это может стать проблемой, потому что на коротких дистанциях ЦЗшки, пистолеты, хэдшоты те же самые. Ну, кому я рассказываю, вы сами это все прекрасно понимаете. Тут же свапнулись с девайсами, поменялись. Мауза все живы, естественно, они пойдут на этот ретейк. У них две пачки китов есть, они могут даже особо не торопиться по таймеру. Ну, и тут же погибает Миху, перед этим успевает он забрать хотя бы одного. Снекс также отправляется вслед за своим товарищем. И кажется, что без проблем дефьюз-бомбы Мауза берут второй раунд, выживая втроем на форсе противника. В целом, это действительно стандартная ситуация. Не будем драматизировать. Безусловно, Virtus.pro попытаются провернуть свой итоговый камбэк на уже девайсном раунде полноценном. Тут же, видимо, шикарнейший повтор, как Робс дает Квадра со своего Юспа с одной обоймы. И сейчас уже мы видим из-за поставленной бомбы Virtus.pro даже решили рискнуть. Закупили два калаша скаут на этом раунде. Снекс также еще и с гранатами. В целом, есть возможность огрызнуться, но Мауза были к этому готовы. У них четыре кольта, у них скаут. И на третьем раунде они играют, опять же, очень и очень с серьезным байом. Но мы видим, что вот тут Крис Джей уже забирает Биали. Остаются в большинстве Virtus.pro, что для них, наверное, самая комфортная ситуация за прошедшие два раунда и третий включительно. Но вопрос, как они будут воевать на улице. Они просто уходят в закрытую. Ну, а сами игроки Мауспортс также не идут пушить, не идут открываться. Понимаю, что остались в меньшинстве. Для защиты это и так большая беда. Вам нужно рассредоточенно действовать по карте. Вам нужно просто постоянно смещаться на какие-то точки и работать в меньшинстве на плантах. Атака же чувствует себя сейчас властителями ситуации, властителями ритма на карте. Оскар тут же пытается проследить дверь от двери. Уже мало что осталось, если честно, так же, как и от Снекса. Подставляет он свою голову и так же погибает еще один игрок Virtus.pro. Теперь они уже в меньшинстве. Как же быстро, молниеносно меняется ситуация. От стрел идет и Миху. И Virtus.pro, получив изначальное свое преимущество по численности, по живой силе, не смогли им грамотно воспользоваться. Вдвоем уже Нео и Паша Бицепс будут выходить. ХП у них мало. Суммарно там чуть ли 50 с лишним наберется. Единиц здоровья на двоих. Что, естественно, очень и очень нерадостный показатель. Паша Бицепс пытается кого-то выцелить со своим скаутом. Сейчас Нео с Калашом поблизости, но остается 3 секунды. Они просто играют на сейф, чтобы из них эти девайсы не выбили по итогу. Троечка для Моузов. Классическая, но досталась она им не совсем в классических раундах. То есть сейчас у Virtus.pro будут проблемы с экономикой. Мы видим, что Снекс и Миху они могут закупиться. А вот Бьяли у него денег крайне-крайне мало. И что будет делать он? Пока же мы видим у него Диггл на руках. Скорее всего, перебросили ему. Оставляет 1700 долларов в кармане. И убегает работать с обычной броней без какой-либо каски. А вот как раз-таки против кольтов это может стать проблемой. Ну что же, Крис Джей работает теперь уже с полноценным снайперским девайсом. Естественно, АВП в его руках тут же взрывают Пашу. И Санни готов работать на приемке Сикрита. Тем более, что есть еще и тиммейт поблизости. Братское плечо. Зажатые Virtus.pro на этом Сикрите. Гаражи сейчас и пытаются воевать с улицей. Открывается на них Крис Джей со снайперской винтовкой. Работает он с подвудкой. И сейчас спокойно будет эту улицу простреливать. Если кто-то еще Сикрита покажется, он будет их закрывать. Крис Джей пытаются пропушить. В принципе, дэмэдж-то ему наносят. Но на такой дистанции комфортно. Естественно, он будет отстреливать все возможные таргеты. Забирает Миху. И остается Нео со снайксом единственное. Расходятся. Они при этом будут действовать разнрозненно. И вот, кстати, Нео пропушил сейчас. Но кажется, что ему самому сейчас в спину будут заходить. Хотя он может найти голову снайпера. Да, выбивает АВП. А это очень важный ресурс для защиты. Нужно снайперскую винтовку в обязательном порядке подсейвить. И добраться до нее. Ну и снайкс последний с бомбой, кстати. Он попытается пройти, возможно, на какой-либо плент. Есть у него еще 30 секунд. Но один в четыре при минимальном количестве гранат это будет крайне сложно сделать. Смаки полетели. Пытается играть против мейна. Оскар говорит, здравствуй, снайкс. А мы-то тебя и ждали. И да, друзья, поддержите. Поддержите команду, за которую вы болеете. Поднимайте щиты в чате. Пишите в твиттере, естественно, нам. И будем мы это все выводить в прямом эфире. По хэштегу AC Studio ждем все ваши сообщения, ждем всю вашу аналитику. Ну и теперь уже играют опять же Virtus.pro на недефолтных пистолетах с броней. Не более того, Паша Бицепс вообще остается голым и играет без брони. То есть любая перестрелка для него будет фатальной. Оскар здесь же с дверью пытается перестреливаться. Ну и, естественно, будет ловить таргет, который покажется в этом окошке. Но аккуратно уходит Virtus.pro. Не подставляются. Возможно, просто эту дверь откроет. Но моментально Оскар среагирует, как только пойдет это действие. Снэкс здесь же подловил его с ЦЗшкой. Стик у Стика работает на опутке. Встречает игрока, который проходит в плент, но не дострелил его. У Снэкса остается 56 хп. Вообще спрей не летел. Virtus.pro на своем форс-раунде, по сути, остаются в подавляющем большинстве. Пятером против трех игроков. Крис Джей со снайперской винтовкой аккуратненько ноу-скоупом забирает Нео. 4 в 3. И теперь уже уверенность немножко спадает с Virtus.pro, безусловно. Но они добрались хотя бы до одного девайса. Это уже приятный факт. Тут же Бьяли проигрывает перестрелку чуть ли не в самых удачных обстоятельствах для него. Стика забирает себе данного игрока. И также погибает еще и Снэкс. Ну и что же. Крис Джей будет просто работать спокойно на точке. А тут же Паша Бейцепс пытался сработать по затылку, прочистить ушки Крис Джею. Но у того реакция оказалась шустрее Миху. Миху на его же позиции работает на девятке. И она известна, естественно, игрокам Мау Спортс. И погибает Миху. Ну и что же. 5-0 уже для защиты. Это отличный старт. Сатака пока не может найти свое русло. Virtus.pro, в принципе, отыгрывали не так уж плохо предыдущие встречи. То есть здесь, безусловно, стоит их поддержать. И понадеяться, что мы увидим какой-то камбэк. Особенно в рамках второй половины, даже если с Атаку что-то не пойдет. Нюк это как раз и та самая карта, где даже со счета какого-то 14-1 можно спокойно закамбэчить на второй половине. Такие случаи были неоднократно. Если вы внимательно смотрите стримы студии Youkin Company, вы, наверное, видели и тот самый знаменитый камбэк с 15 выигранных раундов за атаку на Нюке, после чего игра была проиграна уже, пускай, и в рамках допов. Ну ладно. Здесь у нас совсем другая история. Здесь UFO-турниры, и Оскар готов принимать выход Сикрет. Естественно, и Сани поблизости есть, но мы видим, что Оскар открывается в наглую, сам пикнул, и Пашу, и Миху он забирает. Остается с Некс, ненадолго он оставался. Стика забирает с Некса, но Оскар уже, в принципе, реализовал себя максимально. Крис Джей подключается, забирает Нео. И Бьяли последний. Это, конечно, грустно. Бьяли, Бьяли забирает Крис Джей, моментальный размен. Дороговато, дороговато вышло все это для Мауспорт сейчас. И спасает лично копленная экономика. Серия из шести раундов, у них там по 10 тысяч. Ну и мы видим, что у Virtus.pro не самые широкие улыбки на лицах. Безусловно, их можно понять. Здесь нужно уже подсобраться максимально, найти в себе какое-то второе, третье, четвертое дыхание и выкладываться на максимум. Крис Джей продолжает настреливать. При этом сейчас у Virtus.pro уже играют на девайсах, но у них очень мало гранат, критически мало. То есть они вообще не могут тактически воевать со своим противником. У них буквально одна возможность выйти на какой-либо плент. После этого уже повторных выходов не будет. Крис Джей забирает Миху, но после этого сам подставляется. 4 в 4 убили Оскара. Атака вновь в большинстве. Вопрос, как на этот раз они этим воспользуются. Паша пытается нырнуть в эти самые вентиля, но при этом Нео уже погибает. И Робс идет пушить. Рампа говорит, кто хотел идти на точку Б, подойдите. Интеллигент в очках. Ну и что же. Саня здесь же в вентиляции. И готовится к Паше Бицепсу, который может не упректи. Стика, Стика поблизости. Снекс, Снекс. Не стал заходить. И Саня говорит, я тоже готов поприветствовать атаку. Естественно, никаких ножей. Бомба поставлена. Заставляет защиту идти на ретейк. Киты есть у двух игроков. При этом также, напомню, есть гранаты. Но вот Робс ложил свою голову шальную. И остается Саня со Стикой играть. Санне опасно подниматься, но флешечка залетает. Саня запрыгнул. И прямо под очередь Паша Бицепса. Стика также погибает первый раунд для Virtus.pro. Ну похлопай ты своими вот этими батонами, если на тебя камеру-то вывели. Все правильно. Зал, естественно, поддерживает игроков. Вообще атмосфера царит на турнире просто прекрасная. И очень-очень теплая, уютная, офигенная арена, офигенная сцена. Мне лично жаль, что я в данный момент не нахожусь на этом лане. Но что уж поделать. Я думаю, что и зрители, которые смотрят на Санвичи, не отказались бы поприсутствовать на таком празднике киберспорта. Бьяля здесь же с своими тиммейтами готов действовать через улицу. А вот Мауза уже теряет двух игроков. Притом очень и очень с быстрыми разменами. На самых первых секундах, по сути, они потеряли, пусть и не главных прогилеров, но очень и очень важных игроков. Сани. Смаки ему закинули. И Крис Джей далековато находится от позиции Сани. Соответственно, не сможет его поддержать. Сани начинает давить. Но Сани может подключиться вовремя. Роб забирает с Накса. Сани. Сани дожидается вот таких шальных. Но при этом перестрелку Миху проигрывает. Два в четыре остаются. Вся надежда на Робса и Крис Джея. Крис Джей снайперской винтовкой может, конечно же, здесь, скажем так, задать жару. Но тяжело будет, если его начнут элементарно пушить огромным числом Виртус Про. А вот если по очереди начнут открываться в мейн, это будет прекрасная приемка для него. Но проходит на девятку. Сыграют кроссфайром. Если даже это будет атака по точку Ам, Яли пока просто чекает. Чекает возможное местоположение противника. Выходит чуть ли не на префах. И вот есть первый минус от Крис Джея. Второй минус от Крис Джея. Ну, третьего минуса не последовал. Нео его все-таки забирает. Подключается Робс. Забрал Нео. И остаются они с Миху. У Робса 11 хп. У Миху еще меньше. Миху подгорел. 17 хп. 9 хп. Забирает бомбу. Нужно ставить. И Робс. Шикарное открытие через будочку. И знаете, что это? Это ресет экономики Виртус Про. Это беда. Просто нет никаких шансов сейчас набирать вновь какую-то прекрасную серию. Но, возможно, Виртус Про опять же продемонстрирует нам какую-то шикарную игру в рамках Форса. В рамках использования недефолтных пистолетов. И вновь выведут уже на ресет экономику Мау Спортс, которые, безусловно, перезакупаясь в проигранном раунде, много денег потратили. То есть у них не было никакого укрепления этой самой экономики. Ну и сейчас мы будем надеяться, что Виртус Про смогут. Смогут, ну, хотя бы пятерочку взять за атаку. Это будет уже такой дефолт 5-10. Потом переходите на вторую половину, берете пистолетку 8-10 и все уже хорошо для вас. Но, безусловно, у Виртус Про сейчас очень-очень ответственный матч. Мауза, они куда проще морально относятся к данной игре, потому что в группе они занимают лидирующее положение с серьезным отрывом. И, естественно, могут играть в свое удовольствие. Да, друзья, поддерживайте коллективы нам в твиттер. Пишите по хэштегу AC Studio. Неважно, за кого болеете, за Мау Спортс или Виртус Про, им будет приятно. Упоминайте их, естественно, в своих твитах. Потом игроки зайдут после игры, посмотрят и скажут, вот тебе, Васька, спасибо, поддержал нас, мы по этому раунду потащили. Но тут же работает Крис Джей со снайперской винтовкой. Бай довольно слабенький от Маузов. Крис Джей выживает, потерял он там немного хп, но самое главное дает энтри. Оскар забирает Биали, уже втроем остаются Виртус Про. Крис Джей ждет выхода, ждет пуша, промахивается Крис Джей, убивают его в голову. Забрать можно девайс, а это уже неприятно. Девайс нужно сейвить. Нео последний. Нео при этом еще и пропушил вообще всю улицу. Зашел чуть ли не в спину защиты, снайперка подбирается. Вот, Чебоксары за Маузов подключились. Давайте, друзья, проведем перекличку, кто откуда за кого болеет. Можете фотографии даже какие-нибудь присылать, фотожабы, творчество. Все, что вашему сердцу угодно и хочется отправить нам в Твиттер. Естественно, если это пройдет ценз нашего режиссера. Но у нас еще трансляции впереди часов в семь, поэтому поверьте, ценз режиссера будет падать, падать и падать, и мы все выведем в эфир. Так или иначе, пять калашей в атаке сейчас есть и немало количества гранат у Виртус Про. Раунд, безусловно, важный, потому что именно сейчас на девайсах они могут навязать свою игру. Там и стика на юмпике, и какой-то там касочки нет у Робса. Я пытаюсь найти какие-то позитивные новости для Виртус Про. Потому что мне хочется увидеть их камбэк, если и не победу, но борьбу на карте нюк. Ну и не торопятся, естественно. Муза вообще играют крайне спокойно. Они не выходили в какие-то жесткие аркады, они не давили улицу, они не выходили через радио. Они играют на дефолтных позициях защиты. Самый активный игрок, наверное, это Крис Джей со снайперской винтовкой. Он постоянно чекает гору, чекает эту самую улицу. Но еще пару раз, наверное, Оскар открывался с секрета, когда понимал, что противник должен явно находиться на улице. Оскар продолжает удерживать плент. И вроде бы как раз-таки на него готовы врываться Муза. Но тут стика в идеальнейшей позиции на будке. Но она такая дефолтная. Он еще и нашивает начинает раньше времени. Мини-патроны заканчиваются и ХАЕшку забросил на всякий случай. Остановить всех наглецов, кто пойдет на него через дверь. Он спрыгивает в эти смоки, пушит их, его не видят. И он в спину начинает убивать. Убивает бомб Керри, но не осознал, что рядом еще два игрока. Виртус Про Робс просто садится на бомбу. Первый аккуратненько забрал. Отдай обратно, говорит бомбу. И выбивает ее еще из Паши Бицепса. Робс не отдает игрушки, с которыми ему нравится играть. И тем самым удерживает раунд в руках Маус Спортс. Виртус Про не смогли девайсный потащить. Но это, конечно, очень вежливо. Виртус Про аккуратно спустились. Но, по-моему, они помешали друг другу в этих вентилях сейчас себя. И нужно с этим моментом что-то решить на дальнейшие раунды. Ну что же, 1-9 Мауза. Но неужто настолько шикарная доминация будет у них в рамках игры за защиту? Виртус Про есть возможность взять еще шестерочку. Пока они играют, естественно, на пистолетах. И взять шестерочку будет тяжело. Но нужно стараться. Нужно стараться максимально работать в минус экономику защиты. Тем более экономика слабая. Мы видим, что денег очень мало остается. Вот буквально только у Крис Джея были деньги. И мы видим, что потеряли двух игроков в Мауза в рамках этого раунда. Но это не критично. Им раздропают. Вот, друзья, подъехали у нас уже зрители. Из всех возможных уголков этой огромной-огромной земли. Но посмотрим, кто еще у нас подключится. Может, какие-нибудь экстравагантные локации. Ребята, кто смотрит нас не из России. Ну ладно, посмотрим. Объяли. Здесь же подсадочку обеспечил своему товарищу. Работает на улице. И не стали проходить эту самую улицу. Тут же прилетела хаешка от Оскара. Флешка Оскару залетела. Но, естественно, побаиваются Виртус Про в наглую заходить на плент. Паша бицепс. Паша не стал так же уходить. Стика пошел в агрессию. Мне кажется, что Мауза решили додавить медведей. Мол, вы не идете к нам играть. Мы пойдем играть с вами. Стика со своей милой улыбкой и с не менее милым кольтом идет уже прочекать все позиции. На него выходит на ножах. Без девайсов в руках. Отлично. И Стика забирает просто серию фрагов. Разбивает. Он все звено атаки. Подключается Робс. Убивает Миху. Остается только Бьяли. Виртус Про здесь просто не ожидали увидеть в таком поджиме наглом Маузов. Именно потому, что Мауза постоянно играли очень и очень спокойно. Они оставались на дефолтных позициях. И когда вы приучили противника, как собаку Павлова, к тому, что мы будем ждать, пока вы к нам придете. И делаете такой наглый, резкий выпад. То, естественно, противник этому может быть не готов. Они уже бегают по этому нулю, как у себя дома. Максимальное количество браундов. Но Мауза, в принципе, и идут по этой стезе. Они берут максимальное количество раундов. Такими темпами у них все может дойти до счета чуть ли не 14-1. Ну а Виртус Про поборется хотя бы за четверочку. Да и то, вот опять же, у них сейчас арморы. У них не дефолтные пистолеты. Я бы сказал и все равно скажу, что пистолеты опасны. В принципе, любое огнестрельное оружие опасно. Деглы и прочее. Но по статистике Мауза готовы ко всем этим выходам. И то, что Виртус Про делают эти самые фраги, они работают против экономики. Они не дают накопить там 10 тысяч Маузам. Но какая разница, если вы по итогу этой слабой экономикой Маузов не пользуетесь. То есть на девайсных раундах у вас все очень и очень неудачно разворачивается. То есть вы не можете заставить перезакупиться Мауз Спорт в полном составе, допустим, всеми девайсами. Стико работает опять же в паре с своим товарищем, который сидит на будке. Остается 50 секунд. Виртус Про будет атаковать через дверь. Здравствуйте. Сани принимает. Тут же зашли в спину. Но Сани успевает развернуться. Оскар прикрывает его спину. Забирает Миху. И это идеальный раунд для Мауз Спортс. 12-1. Виртус Про добираются до девайсов своих. Вот все больше и больше у нас зрителей активизируются в Твиттере. Друзья, подписывайтесь на него, естественно. Подписывайтесь на все каналы студии Кэн Компани. Мы вещаем для вас лучший Контер Страйк. И чтобы ничего не пропустить, анонтики будете получать автоматически, естественно. Ну и что же. Виртус Про. Ну побороться за троечку хотя бы. Пока вот мы видим, забирают Оскара. Уже хорошее начало. Да, Паша Бицц просел по ХП. Но это не так страшно. Виртус Про нечасто оставались в большинстве. И, возможно, сейчас что-то дополучится. Но мы видим, что Робс зашил в смоки, забрал с Некса. И уже 4 в 4. Ситуация разворачивается. В принципе, любые размены, где поживой силе остаются на равных, для атаки всегда в плюс. Тем более, что игроков защиты становится меньше. Они все меньше и меньше направлений могут одновременно чекать, контролировать. Крис Джей. Он встречает. Нео выбивает бомбу. Бу нашел голову Пашу Биццц и только сейчас его убивает Миху. Но тут уже Сани. Сани начинает работать по флангам атаки. Бьяли последний против троих. Бьяли... Бьяли не справился. Но он забрал хотя бы Сани. После этого уже пал смертью храбрых. Поднимаются щиты за Маузов. Вот мне интересно. За Маузов-то понятно. Да, счет 13-1. Тут и фанатов становится в 10 раз больше. А вот за Миша кто-то искренне еще болеет. Верит, что они вот перейдут за сторону защиты. Поймут, что теперь они спецназ. Они хорошие парни и победят. Но пишите. Пишите в Твиттер. Крис Джей не выиграл перестрелку с Бьяли. И это, кстати, не самое приятное. Это новость Оскар. Оскар здесь же работает против улицы. Проигрывает перестрелку. Но Сани с Робсом моментально компенсирует неудачи тиммейтов на линии улицы. Есть еще один минус. Нео сбривает вот этот Стика. Два в два остались. Но при этом звено-то Виртуз Про может действовать совместно. Виртуз Про так не считается. Некст пропушил у нас сейчас Сикрет. Где его встретил Стика? Стика возвращается. У них какой-то GPS-навигатор, где они вбили медведей и находят их повсюду. То есть очень хорошо работают Мауза с картой. Они очень грамотно понимают, где сейчас находится противник. И выигрывают со счетом 14-1 первую половину на карте Нюк. Но я думаю, что здесь неуместно говорить об эмоциях команды Виртуз Про. Здесь, мне кажется, все абсолютно понятно. Я уверен, что на самом деле эмоций очень и очень мало. То есть просто есть четкое осознание, что сейчас на Нюке вы намного слабее оказались. Виртуз Про команда с таким опытом, что задезморалиться они просто не могут. Они должны сейчас трезво оценить ситуацию, сделать выводы, искать себе. Так, ребят, все. 1-14. Мы фор удали, сейчас заберем. 14, не 16. И пока счет противника не достигает этой цифры, вы должны играть на полной выкладке, естественно. И пистолетка сейчас невероятно важна для Виртуз Про. Конечно же, Мсани. Мсани с тиммейтами готов прорывать радио. Бьяли будет встречать Бьяли со своим юспиком. Не получается пока поставить хедшот. Начинает подключаться Паша Бицепс. И Роб с Оскаром дают два первых фрага. Ну и теперь уже в спину будут открываться игроки Виртуз Про. Да неужели все так просто будет Виртуз Про? Ну не бывает же так. Ты должен был победить зло, не примкнуть к нему. Какой 16-1? Я в это отказываюсь верить, друзья. И Виртуз Про должны в следующем раунде попытаться взять свой форс, по всей видимости. В принципе, у них есть еще два игрока, но это невероятно тяжкий ретейк. Паша Бицепс со Снексом. Они, тем более, там уже и уходят чуть ли не в сейв на респаун. Свой изначально Снекс работает в планте. Да, он чекнул, увидел все, что здесь происходит. Юспик без глушителя. Смелость в глазах. Но его просто могут здесь выкурить, выдавить. Да он сам, видимо, попытается. Двери открылись, двери закрылись. И он решил дальше не идти в этот токсик. Тут же Снексы забирают. Остается в живых только Паша Бицепс. Ну и Пашу просто не найдут, потому что он никуда и не идет. 15-1. Моуза берут себе. Ну там уже к переверке, как будто бы они выиграли. Матчпоинт, безусловно. Медведи вперед, Сибирь за вас. Поздно, поздно Сибирь подключилась. Не дошла ваша весточка, не дошла телеграмма. Виртус Про уже, скажем так, выйдут максимум на ничью в рамках этой встречи. Напоминаю, что в рамках данного турнира нет допов. То есть если счет становится 15-15, командам ставится ничья официальная. Ну и что же. Здесь мы видим 5-4. 4 ЦЗшки все-таки от команды Виртус Про. Михо не смог себе позволить данный девайс. Ну и может быть. Может быть на коротких дистанциях, на встречах, на этой самой будочке. Как-то попробуют Виртус Про и реализовать свои девайсы, которые невероятно опасны даже против калашей. Но Мауза настолько сейчас выглядят в отличной форме. Они настолько в машину уже превратились по убийству, по мерепалыванию этих самых медведей. Михо не справляется с Оскаром. Оскар просто пропушил противника. А вот Саня погиб. Патрона заканчивается. С Некса забирает его Крис Джей. 4 в 3. Паша. Паша со своей ЦЗшкой. Он пытается работать на улице. Ловит в голову от Крис Джея. И остается Нео и Бьяли. Нео и Бьяли. На что же вас покинули все тиммейты с Тико? Ну, не торопится особо он чекать. Плэнт аккуратненько проходит. Забирает Нео. И остается только тот самый Бьяли. Проблема в том, что Виртус Про глобально в рамках этой карты, даже не в рамках второй половины, а не в рамках карты, делали не самое большое количество фрагов. То есть постоянно защита имела все девайсы, все гранаты. Имел возможность перезакупать снайперскую винтовку. У них были деньги. И они ими грамотно пользовались. А вот Виртус Про испытывали серьезные проблемы. Бьяли. Играет до последнего. Убивает Оскара. Но 15 секунд. И что делать-то? Куда идти? Никуда. 16-1. Выигрывают первую карту Маус Спортс. Но, друзья, это же только первая карта Бест оф 2. И сейчас, возможно, смогут собраться Виртус Про. Кулачки, кулачки, братишка. Выиграли. 16-1. Тяжкая была игра. Но, опять же, а Мауза-то в чем виноваты? Они отлично воспользовались всеми ошибками противника. И нет у них на лицах какой-то, знаете, такой наглой ухмылки. Они осознают, что Виртус Про очень сильная команда. Но если вам получилось так уверенно выиграть Нюк, честь вам и хвала. Главное, не расслабляться. И вот за паузу, которая у нас будет сейчас 10-15 минут, все-таки талант. Командам нужно передохнуть, посовещаться, взвеситься за и против. Мы же, друзья, с вами послушаем музыку. Пообщаемся в Твиттере, пообщаемся в чатике. Пишите, подписывайтесь на канал. Естественно, социальные сети студии Yukon Company. Ну и вернемся к вам через несколько минут.